В Забайкалье хлебом с солью встретили австралийского казака. Есть и такие. Называется их организация Австралийский посольский отдел Забайкальского казачьего войска. Потомок переселенцев вернулся, чтобы приобрести участок земли для создания станицы, таких же как он, гостей с другого континента. Леонид Муратов убедился, казак он и в Австралии. Казак. Примите хлеб с соль земли Забайкальской. В сибирской глубинке диковинный гость, австралийский казак. Говорит по-русски, на гармонии играет, даже лучше, чем местные мужики. Предки Семена Байкова из Забайкальских казаков после разгрома белого движения в Сибири бежали сначала в Китай, потом в Австралию. Мечту вернуться на родину смог осуществить только правнук. Под Читой купил землю, теперь собирается строить дом. В России путешествовал много, учился в Москве несколько лет. На Украине был, в Центральной России, но нигде я не почувствовал, что... Ну, понятно, Россия, Родина, но именно Забайкал, мы из Забайкала. Как говорят наши деды, не мы из Забайкаля, а мы из Забайкала. И здесь все чувствуется, здесь какая-то действительно связь есть, духовная связь. Таких, как Симеон, в Австралии не одна казацкая сотня. Вот и решили местные власти основать под Читой первую в Забайкале казацкую станицу. Уже есть 200 дворов и название Островская. Храм достраивается в планах открытия детского казачьего корпуса. Типа интерната, ребятишки, то есть будет построено учебный корпус для преподавателей, жилье. И дети будут учиться. Вот есть у нас знаменки такой небольшой, но мы хотим такой побольше сделать. Потомков казаков в Австралии более 25 тысяч. Многие хотели бы вернуться, но нет российского гражданства. Эту проблему пообещали решить и сделать для бывших земляков упрощенный режим. Австралийский атаман Симеон не женат. Вот построит дом и свадьбу сыграет. Супруги намерен взять не заморскую княжну, а одну из местных девушек. Ведь с их красотой может поспорить, пожалуй, что только красота родных мест. Леонид Моравьев, 5 канал, Забайкальский край.